Почему без маски? Руководство не выдает? Выдает. Вот они маски. Устали мы, не хуже дышать, нечем у этих масок. А вот водителю ходит тяжело дышать, но маску не снимает. С сегодняшнего дня масочный режим в общественном транспорте обязателен, но если кондуктор ее просто не надевает, то некоторые пассажиры не могут ее даже купить. Не получилось купить? Нет. А у нас в деревне вообще нету. Ну вообще нету. В деревне ничего нету. Ни лекарств, ничего нету. Все поразобрали. А это продуктовый магазин. Масочный режим должны соблюдать и здесь. На деле кассиры все в масках, покупатели единицы. Почему без маски? Потому что их нету в аптеке. Во-первых, в некоторых аптеках нету. Во-вторых, они дорогие. Там 160 рублей, всего лишь 5 штучек, которые одноразовые. Как бы купить их на один день и каждый день их нужно покупать. А если государство так говорит, что нужно обязательно носить, так пусть она бесплатно и выдает. Правильно? Согласно указу губернатора, в маске нужно быть не только в магазинах и транспорте, еще в кафе, ремонтных мастерских, на остановках. В общем, во всех местах массового скопления людей. Ведь маска, по словам специалистов Роспотребнадзора, защищает от инфекции на 90-95%. Отлично. Вот только купить такую защиту сейчас сложно, возмущаются люди. А где их купить? В аптеках нету. Вы скажите, где их купить? Да, вот где купить маски? Их нету масок. Реально нету. Вот оно хорошо начальство выдает маски. А сколько они у вас стоят? Не знаю, мы еще не пришли. То есть каждый раз, когда приходит разная цена? Не знаю. Смотря какие приходят. Вот вы почем покупаете? Я вот это у них купила по 30 рублей. Маски у вас есть в продаже? Нет, к сожалению, нет. Через пару дней буду. В аптеках в ходе нашего рейда масок не оказалось. Зато в одном из торговых центров города нашлись. Мы находимся в торговом центре «Благодать». Здесь пока единственный в городе аппарат по выдаче защитных масок. Цена демократичная – всего 40 рублей. Кроме того, здесь есть даже антисептические салфетки. Кажется, что это из цветной бумаги сделано. Качество не вдохновляет, да и не так уж и дешево. За 10 штук придется заплатить 400 рублей. Хватит этого лишь на пару дней, а потом опять закупать. Проще и дешевле приобрести несколько многоразовых. Вот моя многоразовая маска. Я стираю ее 2-3 раза в день и обязательно меняю вкладыши, предварительно обрабатывая антисептиком. И ношу уже больше месяца. Сегодня в правительстве региона сотрудники Роспотребнадзора пояснили, что контролировать масочный режим в крае будет полиция. Наказание предусмотрено в соответствии со статьей 20.6.1 части 1 Кодекса административных правонарушений. Сумму не озвучили, но смотрим статью, на которую ссылается ведомство. Про маски там ни слова, но значатся все те же суммы, что и при нарушении режима самоизоляции – от 1000 до 30 тысяч рублей. Валентина Скирова, Илья Халяпин. День с толком.